Безналичная экономика. Надёжная, безопасная и устойчивая. По таким названиям Баку начал работу 5-й Международный банковский форум. Двухдневное мероприятие собрало на одной площадке высшее руководство регулирующих органов, представители международных финансовых институтов и известные компании. Участники форума говорили о глобальных вызовах в сфере цифровой трансформации, механизмах достижения поставленных задач и общемировых тенденциях. Динамичное развитие цифровых технологий показало свою эффективность во время пандемии. За этот период интернет-банкинг вырос на 23%, а мобильный банкинг на 30%. Кроме того, в 2020 году на 17% выросла электронная коммерция. Новый этап цифровизации увеличил финансовые ресурсы. ЦБА также реализовал ряд программ по популяризации безналичных расчётов среди населения. Цифровизация продолжает оставаться тенденцией. В связи с этим Центробанк на основании решения правления разрабатывает стратегию развития цифровых платежей на 2022-2024 годы. Наше министерство создало необходимую интернет-инфраструктуру для обеспечения устойчивых безналичных платежей. 85% населения Азербайджана имеет доступ к интернету. И по сравнению с некоторыми другими странами, это очень высокий показатель. Наша цель к концу 2024 года – довести минимальную скорость интернета до 25 мегабит в секунду. Нами запущены мегапроекты по обеспечению всей территории страны интернетом до конца 2024 года. Около 700 населённых пунктов, не имеющих выхода в интернет, будут им обеспечены. На рассмотрении правительства находится разработанная нами концепция цифровой трансформации. Она обеспечит проведение скоростных и безопасных безналичных расчётов. Цифровое развитие освобождённых территорий Азербайджана, создание на них современной жилой, банковской инфраструктуры – одна из наиболее актуальных тем повестки. Ответственные органы уже начали разрабатывать концепцию этого проекта, включающего 5G-интернет, безналичные платежи и ряд других инновационных решений. Начатое обсуждение по восстановлению финансово-банковской системы на освобождённых территориях Азербайджана и подготовлен план конкретных предложений. В ближайшие дни мы планируем совместно с Фондом возрождения Карабаха провести конференцию по банковскому сектору. В рамках этой встречи мы подробно обсудим вопросы предоставления банковско-финансовых услуг и привлечения новых инвестиций на освобождённые территории, выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Важным направлением в сфере развития цифровой инфраструктуры в Азербайджане является технологическая оснащённость микро-, малого и среднего бизнеса, повышение квалификации субъектов предпринимательства. Мы заинтересованы в интеграции научных инноваций в бизнес. Считаем, что это позволит организовать деятельность субъектов предпринимательства на уровне современных тенденций и повысит их конкурентоспособность. Для этого с 2021 года начато финансирование образовательных, научных, исследовательских и вспомогательных проектов МСП. В феврале-апреле 2021 года профинансировано 15 проектов. В рамках мероприятия были организованы панельные сессии на тему цифровая безопасность, открытый банкинг, мировые тенденции, технологические решения, блокчейн-технологии, цифровая национальная валюта. В мероприятии также принимали участие крупные международные компании, занятые в сфере технического оснащения и оказания цифровых услуг по обслуживанию банковского сектора.